Видите такую вещь, что когда человек предает близкого человека, он приносит потом всем закат, а не рассвет. Рассвет означает чистота, означает глубокое чувство, понимаете? Любовь это другое. Любовь это не то, что мы балдеем друг с другом, понимаете? Любовь означает чистая вещь, не запятная на ничем. Мы не можем рассчитывать на любовь, если Бог недоволен нами в сердце, понимаете? Не будет никакого рассвета, будет один закат. Вот вы мне письмо написали, я вижу закат в вашей жизни, а не рассвет. Единственное, что вы можете сделать, это просто вытащить симку из мобильного телефона и написать ему последнюю смс, сказать, что в наших отношениях греховные, я больше не хочу таких отношений. Точка. Мне лучше погибнуть одной от страданий в разлуке, чем жить дальше такой жизни. Через полгода раскаяние, ваше сердце очистится, и вы сможете посмотреть на мир чистыми и светлыми глазами. Бог вам подарит хорошего человека, без всякого сомнения. Почему же девушки начинают встречаться с женатыми мужчинами? Потому что они не хотят трудиться над отношениями, над мужчиной не хотят трудиться. Потому что неженатые мужчины и женатые, они сильно отличаются друг от друга. Неженатые мужчины, это как дикие кони, мустанги. И вот чтобы оседлать, нужно силы, понимаете? Как бы женщина какая-то круглится, она вот мужчину пытается оседлать, сделать его податливым, покладистым. Он такой, сначала такой, весь как этот, как мустанг, он не подчиняет, а такой жесткий, строгий, непреклонный. То есть, ведет себя агрессивно. Она пытается его любовью, лаской как-то приучить. Постепенно он становится таким мягким, добрым и привлекательным для всех женщин, между прочим. То есть, женатый мужчина становится очень привлекательным, он приятен. Почему? Потому что он уже стал очень таким эстетичным скакуном, понимаете? Вот и как есть девушки такие, пиратским образом захватывают чужого скакуна. И говорят, у нас с ним любовь, ты его сначала обуздай. Сначала найди себе необузданного, всего мятого такого, замаранного, нестиранного. Вот найди такого нестиранного себе и его приласкай, обстирай, обтисай, обтеши. И потом гордись своим мужем, что у меня такой вот хороший Вася скакунок. Знаете, как бы чужого выхватывать и думать, что это вот я, как бы мои заслуги. Не честно? Поймите такую вещь, что Бог же все видит изнутри. Вы говорите, а я хочу свою семью. Но это означает, что вы хотите разрушить его семью. Невозможно же сделать свою семью, не разрушив его. Бывают, конечно, такие ситуации, когда религия позволяет людям. Вера означает Бог, позволяет людям иметь по-другому, другие отношения, которые нам тоже трудно представить. Можете не нести больше бесполезных. Я все равно не буду на них отвечать уже. Понимаете, например, я в Индии, когда между перелетами сидел, я смотрю, рядом сели две женщины, как сестрички. Две женщины сели, как сестрички. Мусульманских одеждах такие. И у них трое детей. И они бегают к каждой и говорят, мама, мама. Ну, как бы, вот с обоим женщинам обращаются, как к маме. Но дети, видно, они отличаются. Одни похожи на одну женщину, другие на другую. То есть, видно, что дети, они, ну, как бы, получается, от двух матерей, но от одного отца. Я заметил, что между ними такие теплые, такие близкие отношения, как между сестрами. Но чтобы быть двумя женами одного человека, для этого надо в этой культуре всю жизнь прожить и знать, как правильно это делать. Всегда одна из них старшая, другая младшая, старая младшая подчиняется старшей и так далее. Это целая система, которую мы вообще не понимаем. Но это аскеза так жить. Это аскеза быть двумя женами одного мужчины. Почему женщины на это идут? Потому что бывают очень выдающиеся, необычные мужчины. И они готовы вот делить такого мужчину вдвоем, втроем, четвером, пятером. Но я не видел ни одной русской женщины здесь, ни мусульман, которая готова делить своего мужчину хоть с кем-то было. Ни с кем никто не готов видеть. Потому что другое воспитание, другое культура. И видите, в той культуре Бог разрешает, если все выполняют все условия. Потому что нужно согласие старшей жены на то, чтобы пришла еще одна. И она добровольно эту аскезу берет. Раз. Она заранее должна, как выходит замуж, знать, что будет еще одна потом жена. Два. И так далее. Ее наставник благословляет и говорит, все нормально, так лучше жить, чтобы у вас была такая большая семья. И так далее. Много факторов, которые от Бога идут. Но если пиратским образом захватывается чужой мужчина, то это идет не от Бога. Как есть анекдот. Вот я в этом случае привожу анекдот. Такой. Петька в шубе приходит. Василь Иванович говорит, ты где шубу-то взял? Такая красивая, новенькая. Он говорит, да нашел на улице. Как на улице? Такие шубы не валяются. Вот, да я нашел, вот на улице лежала. И что, прям так и лежала? Он говорит, ну да, так и лежала. Просто там какой-то мужик в ней закутался. Я ее не раскутал, честно говоря. Ну, шуба красивая. Так и вы тоже, как бы. Жена здесь с ребенком запуталась в мужике. Еле распутала, а мужик мой. Это неправильно. Это неправильно мы шли. Подумайте об этом. Я встретил разок в Ижевске одну женщину. Также консультировалась у меня. Знаете, я ничего не знал про жизнь. Она мне спросила, задала вопрос, Олег Геннадьевич, я замуж выйду? Я говорю, нет. Он говорит, ну хоть когда-нибудь. Я говорю, ну никогда не видел. Она так удивилась. Говорит, Олег Геннадьевич, я никогда не слышал от вас таких слов. А я говорю, а я никогда не видел таких женщин, которые, не раскаявшись, что-то от Бога просят. Она говорит, вы знаете мою ситуацию? Я говорю, я не знаю. Я просто чувствую от вас эту силу греховную, в которой вы живете. И поэтому у вас шансов нет выйти замуж. Она говорит, вы правы. Я 8 лет встречаюсь с мужчиной, женатым. Их семья уже как бы на грани разрушения. Говорит, что же мне делать? Я говорю, объяснил ей, что делать. Написать смс-ку. К обеду не жди, твой песик. Или твоя кошечка. Мы жили с тобой греховной жизнью. Эта жизнь не стоит того, чтобы тратить время на нее. Потом смс-ку в мусорное ведро из телефончика. Меняем замок в квартире. И все. Никаких дальше отношений, звонков, встреч, ничего. Потому что любые встречи, звонки, отношения, опять вспышка привязанности. И разорвать отношения такие невозможно. 4 месяца мучений по статистике в среднем. А потом облегчение начинается постепенно. И отрезвление, и новая жизнь, и ощущение счастья, перспективы в жизни. Раскаяние приводит дальше к новому человеку. Бог доволен. Дает хорошего мужа потом. Все. Даже той, у которой не было перспектив. Раскаяние все меняет. Надо просто понять, зачем нужна эта жизнь. Понимаете, проблема заключается в том, что сам принцип, настройка внутренняя, неправильная, она дает неправильный результат. Надо побольше таких песен слушать о расцвете. Понимаете, надо просто понять, что такое любовь. Если это понимание в сердце придет, тогда все будет хорошо в жизни. А если этого понимания не будет, тогда ничего хорошего не будет. Понимаете, потому что всегда девушки молодеют вокруг. А жена стареет. И это противоречие, оно неразрешимо. И всегда муж становится более противным, чем остальные мужчины вокруг. Ты приносишь мне мечи, Я смотрю, глаза тони. Ты волна и пара спи, Мы плывем в страну любви. Вижу я рассвет в твоих глазах, Слышу пенье птиц твоих словах, Солнце, ручь твоей улыбки, И теперь ты приносишь мне рассвет. Муж часто проявляет агрессию, Убегает в пустую квартиру родителей, Сам никогда не возвращается, Никогда не извиняется. Закат. Был рассвет, да, Когда-то теперь закат. Возвращается только, Если я зову вернуться, И то с гордо поднятой головы. Это же мужчина. Подскажите, пожалуйста, Как выровнять ситуацию? Устала от унижений. Очень хочется наладить отношения с мужем. Спасибо за этот вопрос. Замечательный вопрос. Повторяю еще раз то, Что я уже сказал. Потому что всегда знания приходят постепенно, В сердце, При многократном повторении. Люди, которые не поменяли Свою концепцию жизни, Которые живут просто ради Материальных целей, Внешних целей, Машина, Работа, Семья, Дети. Они не могут строить Глубокие отношения Друг с другом. Потому что Их психика не направлена На углубление отношений. Их психика направлена на то, Чтобы получить в жизни свое. Означает скрытый эгоизм. То есть я вроде бы живу Для детей, Но хочу, чтобы они были такими, Какие я хочу. Я их не вижу в своих детей. Я вижу в них свои мечты, Свои желания. Я живу для мужа, Но хочу, чтобы муж Приносил мне счастье. Я не вижу его потребностей И трудностей. Почему? Потому что я не работаю над собой. Это можно увидеть только, Когда человек молиться начинает, Начинает менять атмосферу Своей внутренней жизни. Если человек атмосферу Своей внутренней жизни не меняет, То жизнь похожа на темный колодец, Заросший травой. Человек падает туда, И выхода нет. Это ведическое такое сравнение. Раньше в древней культуре Старые коробцы Как бы их взрывали. Вот. Если они взрослали травой, То человек туда бульк, И кричишь, И никто не слышит, Потому что трава мешает. И все, Выхода нет из этой ситуации. Понимаете, Точно так же, Когда человек живет в отношениях, В которых нет бескорыстия, Он не может вырваться из этого. Вот как изменить эгоистичного человека, Который не хочет ничего слышать, А если обижается, Уходит в пустующую квартиру к родителям. Принцип такой, Не надо менять человека, Надо менять атмосферу, В которой ты живешь. Если света больше в атмосфере, Частоты больше, То сердце человека постепенно, Незаметно для него становится светлее. Изменить атмосферу означает Работа над собой, Духовная жизнь. Готовим пищу с молитвой, Квартиру с молитвой очищаем От душевной грязи. Прощаем близкого человека, Очищаем сердце утром во время молитвы, Нить незримую, Чистые отношения строят, Пробуждаем в нем совесть, И в себе тоже заодно. Когда чистое, светлое отношение у человека, Когда человек правильно относится, Желает счастья ему, Он наглеет, допустим, А ты ему служишь, У него все равно в сердце проявляется благодарность, Которая делает две вещи. Первое, заставляет ушки слушать, Хочется его или нет. Если ты ему служишь, Бескорыстно, с любовью, Очищаешь сердце свое, Заботишься о нем бескорыстно, То у него ушки не могут не слышать от тебя Добрые, но правильные слова. Ты ему говоришь, Слушай, так ведь нехорошо делать, Что ты уходишь к родителям, Гордо потом возвращаешься, Он сам не просит прощения. И ты говоришь без надежды, Что он услышит, А просто по-доброму ему. Как петерком ухо вдуешь. Вот так нехорошо делать, И все. Не важно, не слышал или нет. Мы же, когда хотим результата, Мы ему... Слушай меня! Нехорошо так делать. Почему мы так делаем? Потому что мы боль ему свою передаем. Он нам дает в сердце боль своим поступкам, А мы ему эту боль назад. А он эту боль назад, И начинает скандал. А если тебе боль в сердце дали, Не надо ее назад вываливать. Надо сесть перед алтарем, Помолиться. Сказать, спасибо, Господь, Я все понял за мою тяжелую судьбу. Спасибо за все экзамены, Я все принимаю. Сердце очистить. Потом по-доброму сказать, Так нельзя. И потом в сердце человека появляется благодарность, Потому что ему не боль назад отдали, А любовь. А это необычно. Человек благодарен, Но не показывает сначала виду. Лед тает его сердце постепенно. Приходит несколько месяцев. Лед растаивает, Человек становится благодарен, Говорит, спасибо тебе, Что ты такая стала. Какая-то другая стала. Необычная. Мне это очень необычно видеть. Как ты себя ведешь рядом со мной. Поднимите руку, У кого это уже произошло. Минетель. Вы счастливы? Счастливы, что победа в жизни есть, да? Что можно побеждать судьбу. Я надеюсь, что у всех это здесь, Кто в зале сидит. В среднем нужно полгода, Чтобы человеку дошло, Что ты приносишь ему рассвет. Он начнет чувствовать это, Реально он начнет чувствовать. Вы понимаете, Что я не говорю про медовый месяц, Который до трех лет длится. Если у вас еще трех лет нет отношений, То вы можете приносить друг другу свет, Просто потому, Что еще не пришло время приносить закат. Я говорю о том, Когда уже отношения пошли в сторону отработки судьбы, Когда стало тяжело друг с другом. И вот когда человек так себя ведет, То хороший результат получается. Понимаете, Есть слой невежества, В котором вообще безнадега. Если люди вот просто живут, Как хотят. Никаких у них нет правил жизни. Там не будет семья никогда сохраняться. Есть строль страсти, Где люди живут ради того, Чтобы получить что-то от жизни. Деньги, работа, деньги, семья. Нет молитвы, нет духовной жизни, Нет чистоты в сердце, Нет раскаяния, Ничего нет этого. Просто вот обычная внешняя жизнь. Не внутренняя жизнь сердечная, А внешняя. В этой внешней жизни, Это безнадега, понимаете. То есть это просто невежество, Когда безнадега приходит очень быстро, Через пару лет, А когда людьми страсти живут, Она приходит через 7-8 лет. Но та же самая безнадега, Что ты видишь, Что человек не меняется рядом с тобой. Никогда не поменяется, Потому что поменяться, Надо сначала себя поменять, А потом близкий начнет меняться человек. Когда солнце восходит, Все в мрак, невежество. Невежество сразу сравнивают с мраком. Мрак невежества отступает. Только когда солнце восходит. Чтобы качества, характера поменялись, Близкого человека надо, Чтобы в твоем сердце сначала солнце взошло, А потом в его сердце постепенно Так же будет восходить солнце, И меняться все в его сознании будет. Потом даже у родственников будет меняться сознание, Даже которых ты не знаешь. Забыл. У меня недавно была такая ситуация, Что военный мастер, Который я уже забыл, Не общался, Она решила поменять свою жизнь, Начала слушать лекции. Мои. И она не знала, Чьи лекции она слушает. Потому что даже не знала мою фамилию. Она живет в другой стране. Вот. И. Потом такая, Смотрит на видео, Думает, Что-то на дедушку похож. Может это мой родственник, У нее такое странное чувство в сердце возникло. Нам пришла папа вызвание, Говорит, кто такой вообще. Он говорит, Так это твой двоюродный брат. Она сразу мой телефон нашла, Начала звонить. Все меняется вокруг, Если ты меняешь свое сердце. Нужно просто выучиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Вы будете радостей. Скупитый. Радостей. Итак, сегодня мы говорим о победе над семейными трудностями. Поэтому, может, в этой связи Ваши записки будут, наверное, Очень хороши. Олег Инатьевич, у нас в семье хорошие отношения. В браке почти девять с половиной лет, У жены по отношению ко мне бывают вспышки агрессии, Даже где-то ненависти, Вроде бы без особых причин, Хотя я знаю, что она любит меня. Это называется сердечная работа. Ну, то есть, человек Даже может огреть булыжником. Он любит, как бы. Я знаю, что это у него временно. Она в этот момент, как бы, теряет контроль над собой. Видите, он с высокого берега, Говорит, мужчина настоящий. То есть, река течет, Он смотрит, говорит, Ну, что-то она потекла не туда вообще. Она в этот момент, как бы, теряет контроль, Хотя потом, когда успокаивается, Даже начинает раскаиваться. Помогите разобраться. Объясняю. Это просто особый, неопознанный, летающий объект, Который называется женщина. Она всегда выходит из себя, А потом раскаивается. У нее такая природа. Потому что совесть близко у женщины к сердцу, И она также, у нее очень сильные чувства у женщины. Любовь, она энергия любви, Захлестывает ее природу. И она иногда туда понесла. Одну, допустим, в агрессию несет, Другую в печаль. Третью в обиду. Она такая обижена. И туда понесла. Четвертую, как бы, несет по дружкам поболтать. Ну, то есть, как бы, Каждая женщина куда-то несет ее обязательно. Но потом она обязательно раскаивается. Если ты создаешь для этого условие, Чтобы женщина раскаивалась, Для этого нужно быть добрым по отношению к ней. Сначала ты пусти ее, Раскаяния в вашу жизнь. То есть, ты просто прими в ней женщину. Пойми, что она вот женщина. Она вот такая. Она не может контролировать свои эмоции и чувства. И если ты это поймешь, Что она женщина, Тогда она будет раскаиваться, Потому что она видит, Что есть кому раскаиваться. Потому что, если перед тобой стоит камень холодный, Который ничего не хочет принимать, Понимать тебя, как женщина не хочет понимать, Тогда и раскаивается некому. Тогда она будет молчать, Просто надуваться, так надуваться, Потом лопнет. Но если вы увидели, Женщина, если увидели, Что перед вами человек, Которого вообще невозможно переубедить. Человек, который всегда прет в одну сторону свою. У него есть какая-то идея, И он туда вот чешет, И все, и ничего с ним не сделаешь. Если вы увидите человека, Которому надо 50 раз сказать одно что-то, Чтобы он понял, Что это так. Если вы увидите человека, Который, Как бы, Очень сильно привязан к вашему телу женщины. Постоянно хочет наслаждаться вашим телом. И вы думаете, Господи, что же он такой вот это, Вожделенческий. Если вы увидите человека, Который может только одно дело делать, И очень сильно на нем концентрируется, И он не может ни на что отвлечься больше. То вы имеете дело с мужчинами. Это тоже неопознанный летающий обед. Если вы не примете, Что вот он такой, Природа такая у мужчины, Тогда вы не будете счастливы в жизни. Как заниматься с аутичным ребенком? Он не желает учиться, Чем-нибудь заниматься. Вы знаете, Я вам посоветую, Вот, Вы зайти к нам на сайт, И найти наши методики лечения. Мы сейчас, Многим таким детям, Начали помогать. У нас есть такая методика лечения, Которая помогает детям Восстанавливать умственные способности. То есть, Дети носят камни Какое-то время, Несколько лет, И они все лучше и лучше, И у них с образилкой начинают работать. А природа, Причина, Почему дети такими становятся, Затучается в том, Что сейчас, Чем люди меньше обращаются к сердцу, К работе над собой, Тем они более зажатыми, Напряженными становятся. И в этой напряженной атмосфере, Когда ребенок зачинается, И вынашивается, То его психика, Когда он рождается, Становится настолько напряженной, Что он не может даже ни на кого посмотреть, Направить свой взор. У напряженных людей Не может быть концентрации внимания нормальной. И его надо расслабить потом, Понимаете, Чем-то. Вот в этом вся трудность. Его надо как снять с него это напряжение. Это можно молитвой делать, кстати. Если у вас будет сильная молитва в доме, Ваши дети аутичные Начнут постепенно оттаивать И станут интеллектуальными людьми. А вот тут просто благодарность. Вот смотрите, Люди пишут благодарность. Олег Геннадьевич, Большое вам спасибо за все, Что вы несете людям, За ваше мужество, За ваш профессионализм. Храни вас Бог, Михаил, Татьяна и вся наша семья. Знаете, Что сейчас произошло? Сейчас я вам объясню. Я не для того, Чтобы себя прославить, Это прочитал. Мы изучаем тему. Многие люди спрашивают у Бога, Ну, через старших, Спрашивают ответы на вопросы. Но есть особенные люди, Которые тоже имеют вопросы. Но они ничего не спрашивают. Они просто благодарность Богу пишут. А в ответ получают ответы на свои вопросы. Но уже и сердце. Понимаете, Это называется бескорыстная жизнь. Когда человек ничего не просит для себя, Он просто служит. А в ответ получает знания из сердца. Это так всегда работает. И также молитвы бывают разные. Понимаете, Некоторые люди думают, Что молитвы означают, Что надо что-то просить. Но некоторые люди, Особо одаренные, Они знают, Что такое молитвы. Они от старших Это узнали, Услышали. И поэтому они Повторяют молитвы, Которые дают радость Богу. Они не думают о себе В это время эти люди. Они ничего не просят, Они просто дают радость Богу. Богородица, Где вы радуйся? Понимаете? Не я радуйся, Не дай мне ничего не будет, А ты радуйся. Ты радуйся, Я не хочу ничего от тебя, Просто радуйся, Будь счастлива, Богородица. Пускай все у тебя будет благословлено, Хорошо, И так далее. Это особый вид молитвы, Особый вид молитвы, Который быстро очень побеждает судьбу. Я поэтому и ставлю такие молитвы. Если хотите, Я вам могу поставить В разных мерах такие молитвы. У меня есть. Есть, допустим, молитва Повторение. Она также звучит очень чисто, Возвышенно. 99 имен Аллаха, допустим. Хотите? Тоже удивительно так, Чистая очень, Чистая музыка.